Да хватит уже искать эти дешмантки андроид телефона до 30 тысяч, лучше рассмотри вот эти 4 айфончика от Apple, которые можно купить в бюджете до 30 тысяч рублей, ими не стыдно пользоваться в 2024 году. Итак, значит, мы будем с вами рассматривать айфоны начиная от 20 тысяч, поскольку о предыдущих моделях до ранее упомянутой ценовой отметки я говорил вот в этом видосике. Кстати, рекомендую посмотреть его на досуге. А первый телефон, с которого начнем – айфон 11. По своей сущности, айфон 11 – это как усовершенствованный айфон XR. Здесь тебе и двойная камера, основная широкоуголка, мощный процессор Apple A13, увеличенная оперативка в 4 гигабайта, улучшенная, хоть и не сильно автономность. И, в целом, это все. 6,1 дюйма, экран 720 пикселей как был, так и остался, да и материалы корпуса байт в байт такие же, как у предыдущей модели. Поэтому значительных, что называется, отличий от легендарного и всем полюбившегося XR здесь нет. Хотя телефон чуть шустрее, это факт, а значит и поддерживаться будет дольше своего предшественника. Кстати, доступен смартфон в прикольной цветовой палитре. Стандартные черные, белые, мятные, желтые, лавандовые и красные цвета. Цена на различных барахолках по типу Avito за комплектацию на 128 гигабайт составляет от 21-22 тысяч рублей. Рассматривать к покупке однозначно стоит, если вам нужен просто хороший iPhone для выполнения базовых задач без особых наворотов. 11-я прошка, что Max, что поменьше, стала первым в истории компании iPhone, которые оснастили модулем из трех основных камер – стандартная, широкоугольная и с телескопическим объективом. Как бы у телефончик за 24-26 тысяч за комплектацию на 128 или 256 гигов – это вполне хороший вариант на каждый день в 2024 году, поскольку здесь субъективно для этого есть все необходимое. Процессоры Apple A13 Bionic, OLED-экран в 5,8 дюйма у младшей и 6,5 дюйма у старшей модификации, поддержка виртуальных мобильных сим-карт, премиальный внешний вид и качественные материалы корпуса. Добротный смартфон Apple из премиальной линейки Pro, который прослужит еще как минимум года 2-3, это точно. Свежий квадратный дизайн, обновленный дисплей Super Retina XDR, шустрый процессор Apple A14 Bionic – все это и не только про стандартный iPhone 12. Стильный яркий смартфон, который будет служить верой и правдой еще 3-4 года. Существует стандартная модификация с экраном 5,8 дюйма и мини-версия с дисплеем в 5,4 дюйма. Во втором случае и аккумулятор чуть меньше, зато автономность несколько выше. По начинке смартфоны идентичные. Что выбирать, отталкиваясь от габаритов – решать вам, однако, как по мне, стандартная двенашка является золотой серединой. Ценник за комплектацию на 128 ГБ варьируется от 23 до 28-29 тысяч соответственно. Заключительный в сегодняшнем хит-параде айфончиков смартфон – iPhone 12 Pro, причем не Max, который дороже, а стандартный с экраном в 5,8 дюймов. За 29-30 тысяч в комплектации на 128 ГБ вы получаете улучшенную оптику всех трех камер, всевозможные режимы съемок, 4К 60 fps, 240 fps slow motion, мощнейший среди упомянутых ранее вариантов процессор Apple A14 и так далее по списку. Вот, если хотите попробовать, что же такое реальный премиум и купить себе нормальный телефон до 30 тысяч, который, во-первых, будет выглядеть дорого и стильно даже спустя 3 года после выпуска, во-вторых, еще 4 года как минимум не будет вас напрягать по вопросу «как же долго он будет актуален?» и, в-третьих, при использовании которого вы точно, ну прям точно не будете скрипеть зубами от каких-то подлагиваний и подтормаживаний, 12 Pro – это отличный вариант для вас, даже если хотите перейти с Андроида на iOS. Ну, в общем-то, вот как-то так, давайте подискутируем на тему выбора айфончика до 30 тысяч рублей в комментариях вот к этому видосу. И, кстати, да, можно обсудить, как отличаются ценники в зависимости от региона, в котором вы проживаете, например. А на сегодня, пожалуй, это все. Благодарю вас за просмотр и уделенное время, надеюсь, что был вам полезен. До встречи в следующих выпусках. Чао какао! Субтитры сделал DimaTorzok